Музыка Некоторые люди считают, что в нашем регионе нет возможности получить качественное образование, и поэтому нужно поступать в престижные вузы, расположенные далеко от дома. Сегодня мы докажем обратное, и вы поймете, что данное утверждение абсолютно ошибочное. Мои друзья из Иркутска, семья, муж с женой, отправили одного из своих детей обучаться в Лондон, аж в Лондон, на экономиста. Ну, часто бывает, отец бизнесмен, очень занятой человек, времени уделял своему сыну, как он сам считает, недостаточно много, но решил компенсировать это вот таким драгоценным, я бы даже сказал бесценным, с точки зрения огромных затрат, подарком. Итак, малыш, выпускник школы, поехал учиться в Лондон. Прошел трехлетнее обучение в одном из экономических вузов при Годилоннадо. Но, правда, не учли один момент. На самом деле, в Лондоне, как и в других странах, очень много разных вузов. И тот, который они выбрали, он был достаточно престижен, но, собственно говоря, та программа, а в любом вузе десятки, иногда сотни программ обучения. Вот эта программа обучения не очень-то зашла, не очень-то понравилась парню, а он об этом стыдливо молчал. А специалистов, чтобы проконсультировать их о том, где надо было реально учиться, не было. Итак, молодой человек три года проучился в Великобритании. Отец потратил просто гигантскую сумму. Вот гигантскую сумму в рублях, это даже не миллионы, это десятки миллионов рублей. В результате, молодой человек сначала попытался после окончания вуза устроиться где-то в Британии. Где-то полгода пытался искать работу. Сначала в Британии, потом в странах Евросоюза. Что-то не получилось. Вернулся домой и полтора года искал себе работу. И считал, что вот то, что он закончил британский вуз, это его серьезное, большое конкурентное преимущество. При этом, его же однокурсники, ну имеется в виду сверстники, которые обучились здесь, в России, в том же Иркутске, по той же экономической специальности находили и находят работу махом. Парень искал работу полтора года. Основная проблема, это то, что те программы обучения, по которым он учился, они не соответствуют. Он не понимает экономику родной страны. В результате, с большим трудом, через полтора года нашел себе работу, по сути, рядовым операционистом Сбербанка. Ну, честно говоря, чтобы работать операционистом Сбербанка, нужно было просто закончить наш российский вуз бесплатно. На бюджете, возможно, как вариант, потому что парень-то толковый, на самом деле. И теперь продолжает работать. Друзья, нужны ли мы кому-то, нужны ли наши дети, наши выпускники, пусть даже самые одаренные, нужны ли они сейчас кому-то в так называемых западных развитых странах? Да, я знаю, знаю и другие примеры успешного трудоустройства, успешной работы. Ну, правда, есть один момент. Почему-то большинство из тех вот детей, которые успешно трудоустроились, почему-то далеко за 30 не имеют семей. Это вот большинство. Вернее, все мои знакомые, у кого дети выучились за границей, почему-то долго не создают семью. Или создают семью, но не рожают детей. Ну, может быть, это у меня такая случайная выборка. Итак, возникает вопрос. Может быть, стоило в 10-11 классе создать письменную профессиональную стратегию, продумать, почему и зачем вы отправляете своего любимого ребенка именно за границу, именно в западную страну? Где он в дальнейшем будет работать? А может быть, он захочет вернуться обратно? А если он захочет вернуться обратно, то поможет ли ему вот то самое иностранное образование? А если и поможет, то не дешевле ли было все-таки получить то же самое образование здесь у нас в России, в нашем родном ВУЗе, в Республике Бурятия, в Иркутской области и так далее? Вот эти вопросы нужно обязательно задавать и отвечать на них объективно.